Де-факто на телеканале Беларусь 4 события и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Рискованный маневр, непредсказуемые последствия. В Гомеле пассажир троллейбуса пострадал в ДТП, которое устроил 19-летний водитель на Opel. Рискованный маневр, непредсказуемые последствия. Рискованный маневр, непредсказуемые последствия. Начнем выпуск с обзора происшествий в нашем регионе за неделю. Пожаловалась на ограбление и попала под статью. В Калинковичах пенсионерка, которая заявила о краже денег в своем доме, стала подозреваемой в деле о хранении наркотиков. В ходе обыска сотрудники нашли у женщины пакетик с маковой соломкой весом в 29 граммов. В следственном комитете возбудили уголовное дело. А милиция продолжила искать вора, который украл из дома пенсионерки 7 тысяч рублей и 100 долларов США. Вскоре был задержан 47-летний ранее судимый житель Мозыря. В Гомеле на пересечении проспекта Реческого и улицы Жукова столкнулись Ауди и Тойота Кэмри. В результате один из автомобилей перевернулся. К счастью, обошлось без пострадавших. Машины получили механические повреждения. В этот же день в областном центре на улице Советской произошло еще одно серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек и троллейбуса, на которые упала осветительная опора. Водитель Опеля попытался опередить троллейбус, проскочив между ним и БМВ, которая стояла на перекрестке и собиралась повернуть налево. В итоге он зацепил легковушку, оказался на соседней полосе, там его догнал троллейбус и после удара наскочил на осветительную опору. Та подкосилась и упала на крышу троллейбуса. Несмотря на значительные механические повреждения, водители транспортных средств не пострадали. За медицинской помощью обратился пассажир городского общественного транспорта. 28-летний мужчина получил перелом костей носа и множественные ушибы, однако после оказания помощи в больнице был отпущен домой. Смертельное ДТП произошло в Реческом районе, в деревне Жмуровка. Водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на 36-летнюю женщину. По информации госавтоинспекции, пешеход погибла на месте. Женщина двигалась по проезжей части в попутном направлении без фликера. Реческий районный отдел Следственного комитета проводит проверку обстоятельств ДТП. В Гомеле женщина спрыгнула в воду с пешеходного моста через реку Сож. Ее спасли водолазы от свода. Сейчас она находится в реанимации. Ее личность не установлена, телефоны документа отсутствовали. По предварительным данным, ей 30-35 лет. Те, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону в Гомеле 59-57-77. Причиной пожара на улице Жукова в Гомеле могла стать непогашенная сигарета. В МЧС поступил вызов о том, что в многоэтажке на пятом этаже случился пожар. Горела квартира пенсионеров. В ходе разведки помещения спасатели обнаружили на полу 62-летнего мужчину. Его передали медикам, которые, к сожалению, констатировали смерть. Сердечно-легочная реанимация не возымела эффекта. Мужчина успел вдохнуть смертельную дозу вредного дыма. Пожар был локализован и ликвидирован работниками МЧС. Загадочную смерть расследуют мозорские следователи. На лестничной площадке одной из многоэтажек на улице Пролетарской нашли полураздетую женщину без признаков жизни. Страшную находку обнаружили соседи и обратились в милицию. По подозрению в совершении убийства задержаны трое подозреваемых. Двое мужчин и девушка. Эксперты зафиксировали на теле погибшей множественные телесные повреждения. Известно, что жертва была ранее судимой личностью, вела социальный образ жизни. Полную картину происшествия устанавливает следственная группа. В Гомеле завершено расследование уголовного дела на падении на владелицу BMW X6. Напомним, 2 сентября примерно в 20.40 в милицию поступило сообщение о жителе дома на улице Быховская о том, что неизвестно, избили женщину, затолкали потерпевшую в ее же BMW и скрылись. Позже белый кроссовер нашли на улице Севастопольской. За рулем была избитая владелица авто. Медики госпитализировали пострадавшую, но перед этим она успела сообщить оперативникам необходимую информацию и приметы преступников. Вскоре недалеко от своего дома был задержан один из нападавших, а позже и остальные. Им предъявлены обвинения в разбое, угоне, похищении и краже. Дело передано в прокуратуру. В Новый год без хлопот так было бы с жителем Светлогорского района, если бы он не срубил в лесу елку. Мужчина решил сэкономить на новогодней красавице и угодил в объектив фотоловушки. За праздничным деревом он приехал на машине, погрузил его в багажник, а вечером к нему в дверь постучала милиция. До 50 базовых величин, максимальный размер суммы административного взыскания. Контрабанда и изготовление кустарного алкоголя – явление нередкое. Давно известно, в преддверии новогодних праздников производства этой продукции, воз ее в страну, заметно оживляются. Дельцы стремятся не упустить свои выгоды. Как действуют бутлегеры при граничье, какие контрмеры принимают правоохранители и что стоит знать любителям крепких напитков, изготовленных на подпольных заводах. Об этом в следующем сюжете. Добружский район, трасса М-10, границы Беларуси и России. В предновогодние дни этот участок дороги подвергается усиленному мониторингу. Таможенного контроля здесь нет, и этим то и дело пользуются контрабандисты. Поэтому управление ГАИ УВД Гомельского обл. исполкома совместно с коллегами из Брянской области России регулярно объединяют усилия по притечению этих и других правонарушений. И не напрасно. В Россию в основном везут контрабандные сигареты. А на дорогах нашей области и в местах временного хранения тоннами изымается алкоголь. Производство фальсификата в Гомельской области не выявлялось. Дешевле привезти готовые напитки из России. Что же касается самого контрафакта, то он разливается на подпольных заводах в стране соседки. И некоторые партии подделываются под известные торговые марки. На кустарных предприятиях готовят любой коктейль и разливают прямо в канистры с надписями виски, текила, ром или коньяк. В милиции утверждают, что принятые комплексные меры уже дали эффект. Регулярных перевозчиков спирта в регионе почти не осталось. Сократилось и количество продавцов. В деревнях выявляются отдельные факты нелегальной торговли разбавленным спиртом и самогоном. Всего с начала года в Гомельской области изъято из незаконного оборота более 11 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, включая брагу. Образцы содержимого направляются к криминалистам в Государственный комитет судебных экспертиз, где определяют наличие в жидкости этилового спирта и его концентрацию. Нам на экспертизе поступают спиртосодержащие жидкости в полимерных ямкостях по 5 литров. Поступают и в спиртосодержащие жидкости в стеклянных ямкостях, бутылках под видом элитного алкоголя. Разливается такое впечатление, что с одних ямкостей содержит краситель и отдушку. Употребляется данная жидкость достаточно легко, потому что по содержанию этилового спирта не добирает до 40 объемных процентов. На подпольных заводах производится фальсификат. Так называют продукцию, изготовленную из дешевого сырья и с нарушением технологии. И ничего хорошего от употребления такого товара ожидать не стоит. Худшее из возможных последствий – смертельное отравление. Впрочем, куда чаще люди получают отравление от купленного в магазинах, но употребленного сверх всякой меры алкоголя. То есть от передозировки. Всплеск таких случаев как раз и приходится на большие праздники. Какая капля спирта может стать последней, не знает никто. Поэтому о возможностях собственного организма следует давать себе отчет и не терять голову в атмосфере новогоднего веселья. В Беларуси продолжается республиканская акция «Безопасный Новый год». В рамках комплекса мероприятий детям и взрослым напоминают, как встретить 2020-й без происшествий. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова присоединилась к акции и узнала, как безопасно провести праздники. Одно из самых опасных развлечений в новогодние выходные – это фейерверки и петарды. Их использование нарушением закона не является. Однако это касается лишь тех случаев, когда оно происходит в соответствии с техникой безопасности и не представляет угрозы для людей. При пользовании пиротехники строгое выполнение инструкции – обязательное требование. Необходимо жестко закрепить конструкцию пиротехнического изделия и в соответствии с инструкцией уже пробовать приводить в действие. Если пиротехническое изделие не сработало, ни в коем случае в течение 20 минут к нему не подходить, и повторно категорически запрещено поджигать это изделие. Людям, которым хочется пострелять, необходимо помнить несколько элементарных правил безопасности. Использование пиротехники допускается только в установленных для этого цели местах. С исключением вероятности причинения вреда окружающим, а также вероятности попадания шальных петард в строение граждан. Уже есть примеры, когда один подросток в Гомеле использовал петарду в подъезде дома, а другой прямо из окна своей квартиры выбрасывал зажженные петарды на улицу, прямо на головы идущих мимо людей. По этим фактам проведены проверки и нарушительно привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф в размере от 2 до 30 базовых величин. К чему может привести неправильное использование петард, сотрудники областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям демонстрируют на манекене, которому журналисты дали прозвище Кеша. Согласно с программой эксперимента, первая петарда находится у Кеши в руке. Твердая пластмасса, из которой сделан манекен, взрыва петарды не выдерживает. Пальцы Кеши отлетают на расстоянии до 15 метров. Примерно такой результат будет и при использовании петарды человеком. Еще один эксперимент. Петарда взрывается в капюшоне куртки, в которую одет Кеша. Увиденное также впечатляет. Одежда горита на спине манекена рана, которая для человека может означать тяжелую травму позвоночника. В этом году при использовании пиротехники в Беларуси уже пострадали 34 человека, 11 из которых дети. В результате эксперимента манекен Кеши остался без пальцев с поврежденными волосами и большими повреждениями на спине. В реальной жизни человек с такими травмами останется как минимум инвалидом. В Гомеле реализация пиротехники на протяжении всего года занимается менее пяти предпринимателей. В канун праздника число продавцов может увеличиваться вдвое. Нарушать требования, которые предъявляются к реализации пиротехники, продавцы обычно не рискуют. Штрафы высоки. В магазинах, подобных этому, товар всегда сертифицирован. Вся продукция у нас закупается только на законных основаниях. Вся по накладным. Сертификаты качества, лабораторные испытания, протоколы испытаний. Вместе с тем, даже официально купленные петарды могут представлять угрозу для здоровья. Медики отмечают, что в новогодние каникулы люди чаще попадают в медучреждения. Одни из причин – термические ожоги глаз, рваные раны лица и рук, закрытые черепно-мозговые травмы. Основным фактором травматическим в период Нового года, праздников новогодних, являются, естественно, петарды, фейерверки и тому подобные пиротехнические изделия. Чаще всего, естественно, страдают дети. Дети наиболее восприимчивы к травме. Обязательно следите за тем, что дети ваши покупают, с чем играют и с кем играют. По поводу оказания первой помощи. Дети обязательно должны быть прикрыты шарфом или шапкой и находиться на расстоянии 5 метров от взрываемой петарды. Если вдруг попал осколок или пламя в лицо, необходимо закрыть пораженный участок тела и ни в коем случае не пытаться отрывать одежду, если она прилипла. При ожоге нужно промыть кожу холодной водой. Затем обязательно вызвать скорую. Около двух лет назад пострадал ребенок отрывной перелом пятого пальца кисти. И, естественно, соответственно, формировалась кольтя. Ну и ребенок, скажем так, остался без пальца. В прошлом году пострадала женщина от пиротехнических изделий, от фейерверка. Она стояла рядом и, скажем так, не в том направлении полетел снаряд и попал ей в шею. Благо, осталось все, скажем так, не совсем серьезно. Были ожоги второй степени. Новый год не только одно из самых пожароопасных мероприятий. В это время фиксируется увеличение обращений к правоохранителям. Поэтому личный состав Гомельщины переходит на усиленный режим работы, в том числе и во время проведения праздников. А места с наибольшей концентрацией людей ограничат турникетами. Пропуск на территорию будет проходить через досмотр. Это делается для того, чтобы не допустить пронос взрывоопасных предметов, взрывчатых веществ, оружия, а также ограничить приход лиц в состоянии алкогольного пенения. Однако в охраняемых местах происшествия это, скорее, исключение из правил. Другое дело дворы многоэтажек и улиц частного сектора, где взрывателей нет, личный выбор каждого человека. Главное, чтобы запуск фейерверков был безопасен и продуман до мелочей. Вероника Гомзюкова, Валерий Гопанько, специально для программы «Дефакто». Продолжая тему безопасного Нового года, прямо сейчас в этой студии с заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Андреем Григоровичем мы поговорим о том, как не испортить себе праздник и избежать нежелательных чрезвычайных ситуаций. Андрей Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. О чем нам говорит статистика в предновогодние дни? Насколько напряженной является обстановка для спасателей Гомельской области? Сегодня спасатели Гомельской области работают в штатном режиме для новогодних и рождевских праздников и готовы оперативно реагировать на те вызовы и угрозы, которые связаны с возникновением чрезвычайных ситуаций. Действительно, если посмотреть на обобщенную статистику последних трех лет, в активной фазе празднования новогодних и рождевских праздников в среднем происходит около 70 чрезвычайных ситуаций, связанных с пожаром. 70 чрезвычайных ситуаций? Действительно, 70 чрезвычайных ситуаций. И также в этот период наблюдается рост количества травмированных и погибших на пожарах граждан. В среднем в этот период погибает около 12 человек. 80% данной категории граждан – это, к сожалению, пенсионеры и неработающие граждане, которые ведут асоциальный образ жизни. Условием гибели является состояние алкогольного опьянения. Причиной – банальное неосторожное обращение с огнем. Насколько высок процент тех граждан, которые получают травмы в результате использования пиротехнических изделий? Как все-таки ими пользоваться правильно, чтобы не пострадать? Здесь хочу сказать, что не всегда все зависит от непосредственно того лица, который пользуется пиротехническим изделием. Очень многое зависит от качества этого изделия. Поэтому мы рекомендуем покупать пиротехнические изделия непосредственно в специализированных торговых точках. Здесь обязательно необходимо у продавца потребовать сертификат соответствия. Также к пиротехническому изделию должна прилагаться инструкция на белорусском или русском языке по правилам пользования данным пиротехническим изделием. Также не стоит забывать, что в пиротехническом изделии используются взрывчатые вещества, поэтому введено такое понятие, как «опасная зона». Здесь правильно выбрать место или площадку для запуска пиротехнического изделия. Конечно же, это, безусловно, должна быть открытая площадка, где вблизи нет деревьев, нет жилых зданий. Расстояние до линии электропередач составляет не менее 30 метров. Пиротехническое изделие должно быть установлено на прочное основание горизонтальное и, конечно, его желательно зафиксировать либо подручными камнями, кирпичами, либо обсыпать снегом. После этого необходимо на расстоянии вытянутой руки поджечь фитиль и, соответственно, использовать это пиротехническое изделие. Часто получают люди травмы, когда проверяют, почему не сработал тот фейерверк, почему не вылетела ракета. Как здесь быть, если вдруг после поджигания фитиля не произошло запуск? Безусловно, хочу здесь остановиться на правилах хранения пиротехнических изделий. Как правило, это вызвано тем, что это пиротехническое изделие хранилось во влажном помещении, оно отсырело и в лучшем случае, конечно, оно не сработает, а в худшем оно сработает с задержкой и может травмировать человека. Здесь необходимо выждать 15 минут, не менее 15 минут, после чего это пиротехническое изделие подлежит утилизации. Все-таки как его сегодня утилизировать? Его необходимо поместить в емкость с водой на время, желательно до двух суток, после чего уже это изделие, скажем так, выбросить на контейнер для бытовых отходов. Ни в коем случае нельзя приближаться к пиротехническому изделию, наклоняться над ним, потому что может быть задержка этого заряда и, соответственно, получение серьезных травм. Кроме взрослых, салюты и фейерверки вызывают неподдельный интерес у детей. Какой совет дадите несовершеннолетним в плане использования пиротехнических изделий? Здесь хочу остановиться на том, что продажа пиротехнических изделий разрешается на лицам, значит, не моложе 15 лет. Поэтому внимательно необходимо родителям и продавцам следить за тем, чтобы пиротехнические изделия не попадали именно в руки детям. И эти пиротехнические изделия должны всегда использоваться только под присмотром взрослых. Вообще в жилых помещениях допускается максимум использовать это бенгальские огни. Для пиротехники посерьезнее должны использоваться открытые площадки на улицах. При новогодние дни это нагрузка в том числе и на электросети нашего города. Хозяйки чаще пользуются электроприборами. Какие правила нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой пожара, не дай бог, или просто жертвой возгорания? Для того, чтобы наши электроприборы, наши помощники приносили нам только хорошее настроение в период новогодних и рождественских праздников, конечно же, не надо забывать о том, что необходимо четко соблюдать инструкцию по эксплуатации этого электрооборудования. Зачастую включенный в режиме ожидания телевизор не предполагает постоянного подключения к электросети. Допускается наличие в режиме ожидания телевизора сроком до двух часов. Мы зачастую этими требованиями пренебрегаем и зачастую, когда мы уходим из дома, либо когда мы ложимся спать, мы не выключаем те приборы, за исключением тех, которые сегодня допускается эксплуатировать без так называемого надзора. Также необходимо соблюдать нагрузку на электрическую сеть. Не надо электрическую сеть перегружать изличным количеством приборов, включенных через один удлинитель, либо в одну электрическую резетку. И, конечно же, воздержаться от подключения совместно электрических приборов большой мощности, таких как электрические чайники, микроволновые пещи, стиральные машины и так далее. Актуальная тема сегодня – это зарядка наших гаджетов. Если мы зададимся вопросом, когда же мы их заряжаем, то, наверное, большинство из наших телезрителей скажет, что это ночное время. Мы иногда даже не понимаем, какой опасности в ночное время, когда мы спим, мы себя подвергаем. Поэтому хочу остановиться на том, что все-таки телефоны и электроприборы необходимо заряжать тогда, когда они находятся под надзором, когда мы бодрствуем и ни в коем случае не ложимся спать. Ну и, конечно, здесь я бы порекомендовал обезопасить наше жилище, наши квартиры, установив в жилых комнатах автономные пожарные извещатели, которые вовремя обнаружат пожар. И мы об этом будем знать для того, чтобы принять меры по выходу из этой ситуации с минимальными, скажем так, потерями для здоровья и жизни наших граждан. В Новый год нас окружает разнообразная праздничная иллюминация. Гирлянды, новогодние гирлянды повсюду, они во дворе, на улицах, в доме. Как правильно их эксплуатировать, как правильно их выбирать, чтобы не возникла чрезвычайная ситуация в доме и, не дай бог, не сгорела елка? К выбору гирлянд нужно подходить очень ответственно. Гирлянды должны быть сертифицированы, надежны, безопасны. Прежде чем мы гирлянду установим на нашу красивую новогоднюю елку, мы должны ее осмотреть внешним осмотром. Изоляция, оболочка этой гирлянды не должна иметь никаких повреждений, следов растрескивания, механических повреждений. Особое внимание надо уделить проблемным участкам. Это подключение электрической вилки, это подключение коробки переключения режимов, это соединение наших диодных, либо ламп накаливания, которые используются при изготовлении гирлянды. Если мы такую гирлянду протестируем в течение 10-15 минут, при этом не будет наблюдаться какого-то, чувствоваться запаха плавленой резины, пластмассы. Огоньки не должны нагреваться. Огоньки не должны нагреваться, не должна нагреваться коробка переключения режимов, не должна нагреваться сама электрическая проводка. После этого мы можем установить и украсить такой гирляндой елку. Но здесь, конечно же, тоже не стоит забывать, что эту электрическую проводку, которую мы подключаем, мы можем задеть, зацепить, поэтому гирлянду нужно вешать на том расстоянии, которое исключает механические воздействия на питающие провода этой гирлянды. В зависимости от ценового диапазона гирлянды могут быть комплектованы понижающим трансформатором, который понижает напряжение электрической сети. Такие гирлянды менее опасны. И, как правило, более дорогостоящие гирлянды, они комплектуются устройством, которое предотвращает короткое замыкание. Вот мы видим эксперимент зарубежных спасателей, которые специально подожгли елку в специально созданных условиях. И мы можем видеть, как быстро загорается новогоднее дерево. В принципе, по такому сценарию все происходит и в квартире. Достаточно небольшой искр от новогодней гирлянды, либо животное может как-то зацепить эту проводку. И, пожалуйста, вот она, чрезвычайная ситуация. Конечно, если в доме есть маленькие дети и животные, то к выбору гирлянды подходить нужно наиболее ответственно. Здесь, как я уже ранее сказал, необходимо, чтобы гирлянда имела этот понижающий трансформатор. Не только для того, чтобы исключить возникновение пожара, но и, скажем так, чтобы само животное при контакте с этой гирляндой не пострадало, а также ребенок. Ну и, конечно, должна быть защита всегда от короткого замыкания. Чтобы новогодняя гирлянда не омрачала наши праздники, и ее необходимо также отключать от электрической сети, когда мы идем ложиться спать, либо оставляем нашу новогоднюю елку без присмотра и уходим из дома на улицу. Новогодние пожары происходят по разным причинам, в том числе из-за злоупотребления спиртными напитками. Люди часто засыпают с непогашенной сигаретой, и, к сожалению, это приводит к печальным последствиям. Какие рекомендации вы хотите дать нашим телезрителям в связи с этими обстоятельствами? На сегодняшний день основная причина гибели белорусов на пожарах – это, конечно же, как вы уже заметили, неосторожное обращение с огнем при курении, в частности, в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому я хочу, чтобы наши телезрители ни в коем случае не теряли бдительность, не были равнодушными к нашим неблагополучным соседям, которые проживают с нами рядом, чтобы своевременно делились информацией о происходящем, с субъектами профилактики, в том числе и с Министерством почвы и щайным ситуациям, чтобы мы могли оперативно реагировать и профилактировать, и предупреждать вот такие вот негативные последствия. Андрей Иосифович, я благодарю вас за конструктивный разговор, поздравляю с наступающим Новым годом, а также хочу поздравить всех работников МЧС с предстоящими праздниками и пожелать им спокойного дежурства. Спасибо, Александр. Я от имени Гомельского областного управления МЧС поздравляю также с праздниками наших телезрителей. Хочу пожелать вам безопасного Нового года, чтобы ваши праздники прошли без каких-либо чущественных ситуаций. Весь год съемочная группа программы «Де-факто» работала над тем, чтобы наши зрители были в курсе главных происшествий Гомельской области. Авторы программы делали акцент на безопасности, предупреждении и профилактике. Вместе с представителями экстренных служб, правоохранительных ведомств и комитетов находились в центре событий и освещали происходящее, чтобы вместе не повторять чужих ошибок. В преддверии Нового года руководителям этих служб есть что сказать и пожелать жителям Гомельской области. Мы все мечтаем о простых и вечных вещах. Чтобы в нашем доме был уют, достаток, были здоровы и счастливы близкие нам люди. Так пусть наступающий Новый год оправдает наши надежды. Пусть будет уют, очага в каждом доме. А спасатели Гомельской области сделают все, чтобы следующий год был безопасным. С Новым годом! Уважаемые телезрители, разрешите от себя лично, от личного состава органов тренинг дел, поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Для Гомельской милиции уходящий 2019 год славен столетиям со дня образования ОД Гомельского области полкома. И к этой знаменательной дате мы подошли с достойными результатами. Поэтому, безусловно, хотелось бы выразить слова благодарности всем сотрудникам, которые эти результаты делали, ветеранам органов тренинг дел, Ну, а всем нам, всем телезрителям, пожелать крепкого-крепкого здоровья в наступающем Новом году, семейного благополучия, успехов в учебе, в работе, в исполнении всех тех желаний, которые вы загадаете в новогоднюю ночь. Но за охраной общественного порядка будут следить наши сотрудники, которые и в новогодние, в рождественские праздники будут осуществлять охрану общественного порядка. С наступающим вас Новым годом! На сегодня все. Следите за происшествиями Гомельской области вместе с программой «Де-факто». Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова